Моя история о том, что Бог участвует в жизни человека с самых малых ранних лет жизни человека. Хотя, может быть, это приходит осознание потом и спустя, потому что мое покаяние, обращение к Господу, оно уже было спустя, тоже после армии, я уже был зрелым человеком. Но когда я возвращался в памяти, в детство, в юношество и пытался, может быть, проследить какие-то этапы своей жизни, и мне было интересно, а вот Бог в этот момент интересный был, Он оказывал какое-то влияние на меня. И я таких моментов нашел немало. Я не буду обо всех рассказывать, но, по крайней мере, один хотел бы я вспомнить. Я учился уже в средних классах в школе, и это был, наверное, май месяц. Вот в преддверии уже летних каникул, потому что было тепло, я помню, мы уже ходили в костюмах, без куртки. И городок, в котором я жил, он небольшой городок, может, там население около 20 тысяч. И вот характерно то, что там у нас речка, там нема течет, город, и немножечко даже практически в чертах города находится завод, деревообрабатывающий завод. И я помню, после уроков, я отправился в город, прошел в город, ближе к дому, и решил, пока домой не буду заходить, пройдусь. Я еще там в парке погуляю, схожу на речку, а через речку у нас подвесной мост. Такий в Беларуси, может быть, только единственный, наверное, да, в Беларуси такой. Вот, и я помню, школьник пошел на этот мост, смотрю вниз, речка, она такая мутная, понятно, что она не кристально чистая. И я начинаю вспоминать вот предмет биологии, когда нам учительница там рассказывала о природе, которая это была там миллионы лет назад, чистая, там, нетронутая рукой человека, вот, вся красивая, там, ухоженная, неописуемая. Я смотрю на эту речку, она мутная, может быть, отталкивающая на меня, воздействующая. Я смотрю вперед, в деревообрабатывающий этот завод с этими трубами и дымом. И я в тот момент, я вот потом уже вспоминал, что ощутил в себе вот в сердце тоску, какую-то тоску, какую-то вот оголенность и необъяснимость. Вот почему мне сейчас тоскливо? Тут вот несколько сотен мой родной дом, в который вот я сейчас приду, и понятно, там, мои родители, мои братья, и все хорошо, я сейчас покушаю. А вот чувство тоски меня не покидает, и у меня мысль, а почему я не родился, вот, может быть, в то давнее время, когда была природа вот красивей, она была более привлекательной, может быть, не испорчена вот этими прогрессом, может быть, человечеством, этими фабриками, заводами и так далее. И мне как-то стало тоскливо, и я ощутил, что вот, ну, нехватка какой-то родины, ощущение желания какой-то вот чистого, неиспорчиванного, настоящего, и я не могу дать себе это объяснение. И вот с этой тоской я ушел домой. Уже спустя годы, когда пришел тот момент, наверное, покаяния, и я обратился к Господу, конечно, мир стал по-другому открываться, иначе на него я стал смотреть, как Бог его открывает. Даже несмотря, что, может, есть следы какого-то искажения в этой природе, несмотря на наличие этих фабрик, заводов, ничего. Но я понял, что в тот момент, в то вот детское сердце уже Господь тогда закладывал этот фундамент, ощущение вот этой вот нехватки настоящей Родины, которую Господь приготовил. Я был тогда в тот момент благодарен, и я понял, что с детства меня Господь вел, и я даже не сомневаюсь, что каждого человека Господь ведет и хочет на него как-то повлиять, создать какие-то обстоятельства, чтобы человек для себя открыл этого любящего Создателя и Спасителя. Главное – уловить этот момент человеку и не упустить его. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова